Скажите, пожалуйста, у меня всегда проблемы со здоровьем, что я делаю не так? У человека проблемы со здоровьем возникают, когда у него проявляется, согласно тибетской медицины, гуна невежество. Это невежество по отношению к себе, то есть человек не любит себя, то есть он специально угнетает себя, не есть, не расслабляться, обижаться. Второе, чувственная гуна, которая связана с тем, что человек обижается, злится, вредничает, ну, возможно, внешне он там хороший. И третье гуна, это проявляет злость по отношению к окружающему миру, то есть ненавидит себя, либо ненавидит тех, кто рядом находится, либо ненавидит вообще весь мир. Таким образом, вот этот гуна трехневежества, она и является ключевой появлением заболеваний. Ничего с этим сделать нельзя, становитесь добрыми, сможете изменить свою судьбу. Ну, есть еще один принцип, это принцип 2, вернее, это экология и переедание, то есть есть заболевания переохлаждения, переедания, недоедания, нужно рассматривать еще их, потому что очень часто человек недоедает или переедает. Но этому тоже есть решение, существует некий такой принцип, который связан с тем, что человек взрослеет за счет этого, он становится больным и так далее. В чем, как можно это все изменить? Есть очень хорошая вот такая идея, вот послушайте ее внимательно. В свое время китайская медицина, рефлексотерапия, она начала обращать внимание на дыхательные ритмы. Еще раз внимательно услышьте, дыхательные ритмы это когда человек активно или быстро дышит, или медленно. И они начали обращать внимание на это. И сказали, что в случае, если человек рождается, то количество дыхательных ритмов у него больше, а если человек становится старым, неправильно. Если человек становится взрослым, если человек взрослеет, поправляется, то он начинает дышать тяжелее. Таким образом уменьшается количество дыхательных ритмов. И они предположили в свое время, что в случае, если человек использует определенные дыхательные циклы, для того, чтобы в жизни своей чувствовать себя как молодой человек, ему необходимо на протяжении дня специально увеличивать количество своих дыхательных ритмов или ритмов дыхания. Для этого они придумали некую гимнастику, которая называется 100 вдохов и выдохов. Она выполняется без раскачивания, сидя на... человек должен сесть на край стула или на диване, так, чтобы живот свисал свободно. И сделать выдох, втянуть живот, потом вдох, вытянуть живот. И сделать быстро, насколько он может, не менее 40-50 раз. Делать это необходимо, то на протяжении месяца, даже если вы плохо себя чувствуете, у вас избыточный вес, вы там еще страдаете, болеете, чем угодно болеете, даже туберкулезом и гепатитом. Если вы начинаете делать вот такие активные вдохи и выдохи, сидя на конях, о том, что она благодарна, действительно, мой совет, энергетику и так далее.